Все мы хотим жить счастливо, правильно? Есть ли из нас кто-нибудь, кто хочет быть несчастным? Все мы хотим счастья. И все люди хотят счастья. Даже более того, счастье это гайя. Это именно то, ради чего стремится человек. То есть, например, мы выйдем на сегодняшний день в МГМО учиться. Для чего? Для того, чтобы получить диплом, получить знания, потом устроить свою жизнь, дай Аллах потом жениться, выйти замуж, то есть по своей профессии работать, развиваться. То есть, тем самым хотите, и мы хотим все получить счастье. Все мы хотим быть счастливы. Нету никого, того человека, который бы хотел в этой жизни жить несчастным. Поэтому, более того, Всевышний Аллах, Создатель Бога, Аллах, сделал так, что ас-си'ада, именно счастье, это одна из целей поклонения одному Богу. И мы говорили тоже в том году, что такое поклонение. Помните? Мы говорили, что нет в исламе монашества. Ислам – это не 24 часа поклоняться в мечети и ничего делать. Ислам – это взаимное отношение между рабом Аллахом, между человеком и Всевышним, между друзьями, между семьей отношений, в бизнесе отношений. Вот это и есть религия. Взаимное отношение. И цель поклонения Всевышнему Аллаху – одна из великих целей – это для того, чтобы получить счастье. Для того, чтобы обрести счастье. Как говорит Всевышний Аллах, ссылаясь на Кур'ан, «Куль бифадли Аллахи, ва бирахматихи, фабидзалика сальяфраху». По милости Всевышнего и по его мудрости, по мудрости Всевышнего Аллаха, радуйтесь этому. То есть радуйтесь чему? Радуйтесь религии Всевышнего. Радуйтесь то, что вы верующие во Всевышнего. Поэтому Всевышний так же, как нас призывает быть счастливыми, так же наш Создатель Всевышний Аллах, запрещает нам грустить. То есть грусть – это печаль, грусть и так далее. Это нехорошо. Поэтому Всевышний Аллах не хочет, чтобы мы грустили, чтобы мы были несчастными. Поэтому на это дали, на это доказательство, аргумент тоже в Кур'ан. Всевышний сказал, «Не печальтесь, не грустите, говорит нам Всевышний Аллах». То есть запрещает нам печалиться. Поэтому каждый человек, мы понимаем, хочет быть счастливым. И верующий, и неверующий хочет быть счастливым. То есть тот, кто в Бога не верит, тот тоже хочет быть счастливым. Праведный человек хочет быть счастливым. Грешник хочет быть счастливым. Богатый хочет быть счастливым. Бедный хочет быть счастливым. Каждый человек хочет быть счастливым. Но однако задается здесь вопрос, Каждый ли человек из этих перечисленных, верующий, неверующий, грешник, богобоязненный, праведный, богатый, бедный, каждый ли достигает того счастья, которое он хочет получить или нет? Вот здесь вопрос. Все хотят быть счастливыми, но каждый ли обретает это счастье в своей жизни или нет? Некоторые люди думают, что если он станет миллионером, миллиардером, он станет счастливым. Некоторые люди думают, что если я стану каким-то... У меня будет какая-то власть в моих руках, тогда я смогу быть счастливым. То есть если я будут, там, таким тираном... Люди будут мне как рабы, тогда я буду счастлив, я смогу управлять людьми. Некоторые, говорят, думают, что вот если такую машину я себе куплю, всё, я стану счастливым. Кто-то думает, что я в виллу себе, этот большой дом в себе куплю, я стану счастливым. Кто-то говорит, если я стану там известным человеком, какой-то звездой, я стану счастливым. Но, субханаллах, большинство в Аллахе, поверьте мне, большинство, как и вы, и так же мы с разными людьми общаемся, и с известными людьми, и с принцами, и с правителями, и так далее. Но большинство из этих людей, мы видим то, что они неправдивы в своих словах. Большинство из этих людей неправдивы в своих словах. И их слова ошибочны. Почему? Потому что тарих, история, если мы читаем историю, является свидетелем на то, что те многие люди, у которых было много имущества, но они не прожили эту жизнь, короткую жизнь счастья. Не прожили счастья. Например, возьмем из Кур'ана, история Каруна. Кто знает историю Каруна? Карун, сколько у него было богатства, у Каруны? На сегодняшний день ни у кого столько богатства не имеет. В Кур'ане говорится, то что ключи, не то что само сокровище, которое у него было, ключи, которые закрывались в букетах сокровища, здоровые мужчины не могли поднять. Такие тяжелые ключи были, а тогда сами сокровища какие у него были. Поэтому даже в его время сказали, когда Аллах уничтожил его, большинство людей говорили, до того, как Аллах его уничтожил, Аят в Кур'ане это проводится, они говорят, ой, если бы у нас было, глядя на его имущество, на его богатство, ох, если бы у нас только же было, как у Каруны, тогда мы будем счастливы. Однако, какой у него был итог, не было у него веры во Всевышнего, какой у него был итог? Всевышний Аллах приводит эту историю в Кур'ане, в сурате нам и говорит. На утро, когда Всевышний Аллах наказал его за его неповинование Создателю, те люди, которые вчера говорили, эх, если бы у нас было столько же, сколько приезжало Каруны, говорили, Говорят, ой, это такое в арабском языке, как бы, ух ты, эх, ах, то есть такое частичко в арабском языке. Вот. Мы отсюда понимаем, после того, как Аллах наказал его за его непокорность Творцу, Аллах дает, кому пожелает, столько, сколько пожелает и ограничивает, кого пожелает. То есть вот это его имущество перед ним, его ключи, которые от его сокровищ, которые не могли поднять тяжеловесы, да, его сокровищ, он с собой ничего не забрал из этой жизни. Где его счастье, где его богатство, Субхану. Поэтому не только Карун, фараон, Ферраун, Каню Ямлик, у него очень много было имущества. То есть в Куране приводится фараон, который жил во время Моисея, он хвастался и говорил, Алейсали мульку мюсра, вахадих лангару таджримин тахти, асаляту бусырун. Не мне ли принадлежит власть Египта? И вот эти, посмотрите на реки, река Нил, которая протекает под моими ногами, это принадлежит всем мне. Неужто вы не увидите это? Однако, то есть он хвастал, смотрите на мои дворцы, смотрите на мои богатства и так далее. Однако думал фараон, что он будет жить счастливым, что он станет счастливым. Однако Всевышний Аллах показал, какой был его конец. Аллах, Субхану Аталию, утопил его за то, что он возгордился и сказал, что я ваш великий Господь. То есть всегда, когда человек проявляет высокомерие, уважаемые братья и сестры, когда человек проявляет в этой жизни высокомерие, тщеславие, его итог всегда плохой. Его итог всегда позорный итог. То есть даже, так скажем, без названия имен, один мой близкий брат рассказал, то есть он до того, как начал молиться, он никогда в жизни не употреблял алкоголь. Даже до того, как он, до его, до намаза, до того, как начал намаз читать. Говорит, полетели мы в Лондон на свадьбу к одному олигарху. И был один с нами, сидел, то есть со столом один из известных олигархов. Имя его не будем упоминать. Но сейчас так Всевышний Аллах сделал, что у него ничего не осталось. То есть все у него в банкрот полностью. И когда приносили, то есть он очень сильно, так скажем, гордился, тщеславился, он очень сильно высокомерился, так скажем, как на сегодняшний день, своим имуществом себя выше ставил других. И когда принесли алкоголь на стол, то есть, опять же, у этого человека, я не разбираюсь, да, в алкоголе, но там дорогие алкоголи, дорого стоит в Англии, у этого олигарха. И когда подали этому человеку, он говорит, я не пью, я никогда в жизни не пил. И рядом сидел этот олигарх, о ком идет речь сейчас, ему тоже дали этот алкоголь, чтобы он выпил. И он говорит, это для богатых. И все так посмотрели, ну, что ты припинаешься? То есть мы твои знаем, сколько у тебя денег? Он открывает пиджак, говорит, а я очень богатый. Достает свой алкоголь, еще дороже, и выпивает таким самым, как показывается вот это высокомерие. Его нишневой итог, но ни копейки, ничего нету. И вот даже он как бы покидал страну. Поэтому фараон тоже гордился. То есть смотрите мои имущества, смотрите на мои, сколько у меня есть имущества, смотрите вот эти египетские, в Египте реки протекают под моими ногами. Неужели вы не видите, какой его итог в земном поклоне? Он увидел, когда это поверил во Всевышний, но когда уже до гортания подходит душа, Всевышний Аллах не принимает покаяния, и Аллах смотрел его на первую. Он думал, что будет. Не знал, что такой итог будет. Он думал, что будет счастливым. Поэтому это не только в этой жизни у него такой итог. В Ахиразе, еще в вечности, Аллах Субханава Та'алия говорит, Его ждет также наказание до судного дня, который в Барзахе, огонь, которым он наказывается днем и ночью. И когда наступит судный день, фараон и его элиту заведут в самое болезненное наказание, говорит Священное Господь Бог, Всевышний, Всевышний Аллах Субханава Та'алия. Поэтому говорится, где Саада, где вот это счастье? Не только история, уважаемые братья и сестры, не только история свидетельствует этому. На сегодняшний день мы тоже видим то, что такой-то, такой-то миллионер, миллиардер, то есть все у него есть, прожил эту жизнь и как-то прочувствовал какую-то грусть в сердце и повесился. И повесился. Даже вот книга Даниэля Карнеги, кто читал, он там часто приводит примеры, такой-то человек там проводит про мистера Форда, про его сына, он говорит, что все перепробовал в этой жизни, говорит, чего только не попробовал, богатство нету в этой жизни, я не прочувствовал счастья при всем моем имуществе. И что он повесился и говорит, может быть, я там обрету счастье. Так-то правильно, если бы он правильно жил бы, если бы он возвращался к Богу, ко Всевышнему, он бы обрел бы там счастье. Но он ушел из этой жизни таким образом. И самое интересное, это Даниэля Карнеги, который осуждал их в этой книге, он сам же закончил жизнь самоубийством. Поэтому, субханаллах, задайте вопрос, где ваши миллионы, где ваши миллиарды, то есть у вас же есть это все, вы не можете купить счастье за эти деньги, которые вы делаете. Мы читаем, такая-то известная миллиардерша, бизнес-лума, не может заснуть, если не примет успокоительный на ночь, снотворный. Субханаллах, ни у тебя ли миллионы, ни у тебя ли миллиарды, которые ты можешь получить, вот эта вот часть, почему ты все можешь, что себе позволит, почему ты так засыпаешь. Поэтому, люди богатых, известных, каких-то правителей, видишь сына его, то перепровал, это перепровал, потом начал принимать наркотики, передозировку и ушел из этой жизни. Неужели? То есть, в чем ты находишь, где твое счастье, в чем мы должны находить счастье. Поэтому, эти люди могут, задаются вопросы, не вам ли это принадлежит, там, частные самолеты и так далее, можете переселяться, куда хотите поехать, в любую точку мира. Почему вы не можете обрести вот это счастье? Почему вот так ваша жизнь заканчивается? То есть, где ваше счастье? Почему вы заканчиваете свою жизнь и в конце пишете записку, то, что я все попробовал, я не обрел счастья? Где же оно счастье? Поэтому, есть ответ на этот вопрос, ответ на этот вопрос, в их сердцах нету одной вещи, не было ни присутствовало одной вещи, которая называется иман, вера. Иман в их сердцах не присутствовал. Поэтому, поклонение, покорность Богу, Создателю, Который установил порядки в этом мире, у них не было, потому что не присутствовала вот эта вера в сердцах. Поэтому, Всевышний Аллах в Пур'ане сказали какой-то великой чудо-кур'ан, Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля, сказал в Кур'ане, «Ва мэн а'радо ан викри, фа инна лэху ма айшетан банка». То, кто отдалился от моего поминания, то у него будет скомканная жизнь, тяжелая жизнь. На душе будет тяжелое имя ему. Ибн Абдаси, Рад Аллаху Айни, сказал, «Аль викру хуна аль Кур'ан». То, кто отдалился от поминания меня, имеется в виду Кур'ан, от Корана, кто отдалился от Слов Божьих, от Создателя, у него будет тяжелая жизнь.